добрый день уважаемые трейдеры с вами академия трейдинга и инвестиций меня зовут полуяктов максим и вчера на саммите ничего интересного не произошло поэтому план остается но после закрепления фунта над местным уровнем можно пытаться аккуратно покупать в третью волну потому что я фунта никогда не рассматривал как захватчика стоп лоссов и поэтому я не считаю что вот этот проход он обязательно случится но под конец года возможно всякое и поэтому я рекомендую делать это все аккуратно над уровнем по канадскому доллару новостная плотность остается наверху и двумя импульсами фактически игроков пригласили в покупки и я думаю что вот эта тройная низина она внутри дня будет являться очень хорошей целью после нее либо пройдет какой-нибудь возможно разворот либо просто пройдет истинный пробой но во всяком случае вероятность пробоя здесь очень огромная и поэтому если вы торгуете канадский доллар то внутри дня я советую вам следить вот за этим местным внутридневным уровнем со стоп лоссами и по золоту можно найти такой интересный золотой аукцион то есть у нас есть снизу двойная низина то есть здесь есть вообще в принципе цели местные со стоп лоссами и наверху также есть стоп лоссы за три дня торгуются такие модели просто после пробоя то есть нам нужно дожидаться первого пробоя неважно в какую сторону и а пытаться торговать противоположную сторону то есть это может быть либо заброс наверх и уже оттуда можно пытаться шортить в нижней площадке либо наоборот но по золоту было бы интересно если бы нижней например либо верхняя площадка она осталась до среды потому что в среду будет на публикация протокола фонка это очень хорошая новость для вообще баксовых инструментов и золото на этих новостях торгуется очень очень хорошо и поэтому я советую вам смотреть за вот этими уровнями что по золоту по канадскому доллару это минимум двух дней и по фунту можно пытаться рассматривать третью волну после закрепления над местными уровнями и на сегодня на этом все с вами был пол яктов максим больших вам профитов и удачи